Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня наша страна празднует 76-ю годовщину Великой Победы. Глава Карачаева Черкесия Рашид Темрезов возложил цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» на аллее героев в парке Победы Черкеска. Из нашей республики на фронт ушли 46 тысяч человек. Больше половины не вернулось с полей сражений. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 19 уроженцам республики присвоено звание Героя Советского Союза, 10 Героя России. 7 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Выходцы из Карачаева Черкесия отмечены и другими высокими государственными наградами. По традиции, 9 мая во всех российских городах проходит Парад Победы. В этом году в Черкесии состоялось шествие воинских подразделений гарнизона республиканской столицы. На главной площади собрались представители органов власти Карачаева Черкесии, руководство Черкесии, священнослужители, военнослужащие, сотрудники силовых и правоохранительных органов, гости и жители Черкесии. Главными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Репортаж Светланы Шагановой. Главные герои готовы принимать парад. И не страшен проливной дождь, ведь эти бойцы закаленные временем. Они прошли сквозь пули, суровые версты войны. И сегодня, праздную 76-ю годовщину Победы, они горды за свою великую страну. Мы очень гордимся, живые, когда видим ваши сияющие лица, что без войны, без этого прожили 76 лет. Мы ожидаем, чтобы наша победа навсегда укрепит великую Россию, невредимым, непосягаемым, мощным государством. Всех благ вам, молодым, растущим нашим, молодым гражданам. Желаем долгих-долгих лет жизни. Что вы пожелаете в этот день? Пожелуем хорошего, чтобы не болели. И всегда было солнце над нами. Ощущаю громадную радость, что кончилась война. Ваши пожелания вот всем жителям республики? Пожелания самые лучшие в жизни, которые вы не поимели. Какие чувства вы испытываете в день Победы? Радость за нашу... И вспоминаю, понимаете ли, в Белоруссии наша семья 16 человек, единственная осталась живая. Радость от того, что остались живыми. А я чувство радости, гордости за нашу страну. За то, что мы живем под мирным небом. И счастливое будущее нашему поколению. Поздравляем Днем Победы. Желаем здоровья, благополучия. Всего наилучшего нашему мирному трудовому народу. В каждой семье был, а у некоторых, к огромному счастью, еще есть человек, на шаг приблизивший нашу страну к победе. Будь то обычный рядовой солдат, офицер или труженик тыла. Жительница Черкесская Оксана Девятловская пришла на парад с портретами своих дедов. Дедушка мой один не дошел до Сталинграда немного. Этот дедушка провоевал всю войну. Ну, в общем, мы гордимся тем, что мы здесь сейчас находимся. Спасибо большое всем ветеранам. Спасибо за победу. Парадные расчеты уже на площади. Все готовы к началу торжества. Товарищ глава Карачаева Черкесской республики, войска Черкесского гарнизона, торжественного прохождения, вознаменования 76-й годовщины, победы Великой Отечественной войны готовы. Военный комиссар республики, полковник Белобородов. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи, 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 поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Знаменная группа пограничников вносит копию знамя победы. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, обращаясь к ветеранам и жителям республики, отметил, что День Победы – это самый дорогой и светлый праздник. Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет память о великом подвиге героев, отстоявших честь, свободу и независимость нашей Родины. И будет жить всегда в сердцах наших детей, внуков и правнуков. Мы всегда будем помнить о каждом из великого поколения победителей, о том, кто пал на поле боя, кто выстоял в борьбе за мир и вернулся домой, кто своим самоотверженным трудом в пылу, на фабриках и заводах 1418 дней и ночей ковал нашу победу. Мы обязаны знать и помнить, какую страшную цену заплатили наши старшие, чтобы мы могли строить планы на будущее и спокойно думать о завтрашнем дне. Помнить о том, что мы в неоплатном долгу перед всеми, кто не жалея собственной жизни, приближал День Победы, кто не думая ни о славе, ни о наградах, честно исполнял свой долг перед Родиной, кто проливал кровь за Москву и Сталинград, Курский Орел, блокадный Ленинград и на огненных дорогах, ведущих к Берлину. Это наши прадеды, бабушки и дедушки, родители, это наши герои, чье мужество, величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, верности отчизне и своему долгу. По площади Чеканя-Шак проходят парадные расчеты. На главной площади столицы парадный расчет отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. На площади 34-я отдельная мотострелковая бригада «Горная» Министерства обороны Российской Федерации. По традиции в этот день проходит и парад боевой техники. Проезжает боевая техника Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Жительница блокадного Ленинграда Инесса Найманова совсем еще ребенком пережила все ужасы войны. Инесса Васильевна, обращаясь сегодня к своим друзьям-однополчанам, к жителям, не побоюсь этого слова, уже ставшей для нее родной республики, пожелала мира и счастья. Гордость за страну, за тех, кто выжил, воевал. Гордость величайшая. И я очень горжусь, что я живу именно в мирной Карачаево-Черкесии, нашей республике. Здесь жизнь состоялась у меня. Заслуженная артистка России Кубани Лидия Луценко со своими коллегами говорила о том, что День Победы – это всенародная не только гордость, но и память наших героев, которые добились того, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Это большая радость. Этот праздник – великий праздник для всего народа, для всей страны. И так хочется, чтобы мирное небо над головой было до скончания жизни на земле. И низкий поклон тем, которые нам предоставили такую жизнь, подарили. День Победы ознаменован не только залпами салюта, но и великими песнями. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ну и, конечно, знаковый атрибут торжества – песня композитора Давида Тухманова на слова фронтовика Владимира Харитонова «День Победы» стала гимном нашей памяти о бессмертном подвиге народа. «Этот день Победы порохом пропах! Это праздник с единою на висках!» Да, это праздник со слезами на глазах. Именно 9 мая нас переполняет великая радость и гордость за наших победителей. Мы будем помнить и чтить всех, кто сражался и доблестно защищал нашу родину. Сын Лан Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Спикер парламента Карачаево-Черкесия Александр Иванов поздравил сегодня с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Лидию Алексеевну Пасохину. Когда началась война, ей было 13 лет. Год вместе с матерью и старшей сестрой Лидия Пасохина работала в ЭВАК-госпитале, а уже в 42-м году, несмотря на возраст, воевала в составе этого же госпиталя Прибалтийского фронта в звании рядового выхаживала раненых. Детство Лидии Алексеевны закончилось очень рано, но зато на ее счету сотня спасенных жизней. Здоровье не позволило присутствовать ветерану сегодня на параде, и поэтому парад пришел к ней домой в лице учащихся 9-й гимназии Черкесской. Дети читали стихи, пели песни, юноармейцы прошли строевым шагом под окнами Лидии Пасохиной. Довольная женщина тепло поблагодарила ребят за доставленную радость. Александр Иванов пожелал ветерану в самый главный праздник страны – здоровья и долгих лет жизни. Пасохина Лидия Алексеевна – наш ветеран, житель города Черкеска. Мы стараемся необходить внимание всех ветеранов, в том числе и ее, вообще в повседневных буднях, ну и, конечно же, в день нашей замечательной победы. Дети очень рады всегда приветствовать нашего ветерана, оказывать всяческую подшипную помощь, в том числе. Ну и сегодня они были рады все и горды тем, что поприветствовали ветерана на нашей акции «Парад у дома ветеранов», «Парад у дома победы». Сотрудники полиции с раннего утра несли службу по охране общественного порядка на дежурство. Вместе с инспекторами ДПС заступил взвод регулировщиц. Их готовность нести службу лично проверил министр внутренних дел Александр Мельниченко. Сотрудницы, переодетые в военную форму, времени Великой Отечественной войны, обеспечивали безопасность дорожного движения, одновременно помогая людям окунуться в атмосферу празднования Великой Победы. Горожан и гостей Черкеска, которые отправились на традиционные народные гуляния в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», встречала полевая кухня, организованная МВД по Карачаево-Черкесии. Сотрудники полиции угощали всех желающих гречневой и перловой кашей с мясом. Аналогичные мероприятия состоялись во всех городах и районах республики. «Спасибо вам, пропавшим на войне. Спасибо вам за счастье и свободу. Миллионов советских солдат, защищавших родину в годы Великой Отечественной, так и не дождались дома их родные и близкие. В числе без вести пропавших и жителей Карачаево-Черкесии. Об одном из них расскажет Алла Качаева». Нет России семьи такой, где б не памятен был свой герой. А героев из Карачаево-Черкесии, которые ушли на фронт и защищали родину, более 46 тысяч человек. В их числе и десятки жителей Аула Новая Джигута. На этом памятнике высечены имена тех самых солдат, которые порой ценой собственной жизни защищали родину. Среди большого списка и имя Качхана Магомедовича Кипкеева. Он родился и вырос в Новой Джигуте. Окончил среднюю школу, а после, получив педагогическое образование, работал учителем в своем родном ауле. Великая Отечественная война застала Качхана Кипкеева в тот самый момент, когда он проходил срочную военную службу в рядах Советской армии. И больше молодой педагог никогда не видел родную школу, не стоял возле школьных парт. Ему, как и тысячам солдат, пришлось накинуть на плечи китель, сменить школьную каску на боевое оружие. Печальную и небольшую историю без вести пропавшего дяди бережно хранит Альберт Кипкеев. Он приехал как-то в город Воронеж, Воронежская область. И там, значит, позвонил жене Текчеевой, Хаджар, и она решила поехать к нему. Ну, все были против. Почему? Потому что в военное время, как транспорт не ходит, как дойдешь туда-сюда, доедешь. Но она не послушала и поехала туда. Поехала, добралась до того места, откуда написал письмо муж. И там местные, значит, женщины сказали, где она остановилась ночевать. Был, говорит, такой красивый парень, старший лейтенант, возраст, значит, высокий такой. Он сел, говорит, на последний транспорт, последнюю автомашину, которая отъезжала с этого места. И тогда, после этого, началась бомбардировка данной местности. И после этого, значит, никаких вестей о нем нет. Сколько лет пытались родные найти хоть какую-то обвесточку про политрука Качхана Магомедовича Кипкеева. Но все тщетно. Сегодня жива только память о нем. И легендарная военная песня «Катюша», которая является одним из символов Великой Отечественной войны, в исполнении внучатой племянницы Качхана Магомедовича Кипкеева, шестилетней Ясмины, будет служить напоминанием о нем и тысячах солдат, которые так и не вернулись в свой родной очар. Расцветали яблони и груши, поплыли в туману над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег над Крутой. И ходила, песню заводила, просит новость и заварила про того, которого любила, про того, чьи письма делила. Про того, которого любила, про того, чьи письма делила. И обязана сегодняшняя молодежь беречь имена своих героев, благодаря которым есть возможность учиться, работать и жить под мирным небом. Чтобы не было войны, во-первых. Во-вторых, чтобы они все чтили память павших. Почему? Потому что такую жизнь предоставили они нам. Почему? Если их не было бы, чтобы никто не знает, как мы жили. Алла Качива, Рашид Токов, Вести Карачева, Черкесия, Узжигутинский район. Накануне празднования Дня Победы состоялась презентация книги «Помним имена героев», выпущенная Государственной национальной библиотекой имени Халимат Байрамукова и Зеленчукским райкомом КПРФ. Издание посвящено 75-летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне и рассказывает о людях Зеленчукского района, героически защищавших малую и большую родину. Фатима Даурова была в числе первых, кто ознакомился с книгой. Книга «Помним имена героев» в результат работы кропотливого труда не одного года. Здесь собраны уникальные материалы, обнажающие события военных лет, подкрепленные поисковой работой в наши дни. Очень тонко перекликается историческая правда с желанием авторов донести ее до современности. Подвиги земляков, оставшихся на полях сражений, умерших в госпиталях от полученных ран, пропавших без вести и вернувшихся с полей сражения. Первый раз мы взяли отдельный район, Зеленчукский район, где проходили во время Великой Отечественной войны бои за защиту перевалов Кавказа. Здесь необходимо сказать, что жители Зеленчукского района в годы войны проявили действительно героический подвиг. И вот мы решили сделать так, чтобы это стало достоянием. Для этого решили принять участие в выпуске книги. В совместности депутатам парламента Карачаева Черкесской республики Чучаева Роза Абекировна было принято решение издать книгу «Помним имена героев». Зеленчукский райком КПРФ под руководством Розы Абекировны-Черчаевой ведет активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в основе которой заложены принципы той страны, под красным знаменем которой была одержана победа в Великой Отечественной войне. Два года подряд было организовано масштабное восхождение на Марухский перевал в знак почести и дани погибшим солдатам Красной армии при обороне Кавказа. Постоянно проводятся контрольные выезды к памятникам и обелискам Отечественной войны для приведения их в порядок. Ведется активная поисковая работа по сбору информации про каждого земляка, участника военных действий. Ни один фронтовик не остается без внимания. И вся проделанная работа тоже нашла место на страницах новой книги о героях. Начало бессмертному подвигу наших земляков дал день 22-го, 41-го года. Разве могла в это солнечное утро Мукуяд Алисайна Пилярова из села Даусус, выйдя в 5 часов утра доить коров, подумать, что ее младший сын Хайса, капитан политрук роты пограничника Брестской крепости, уже сложил свою голову полчаса назад, отбивая первые атаки фашистов. А затем погибает второй сын Муса, третий Иса, четвертый Улут. Немного лежит на дну семью. У нас каждый ребенок знает все о наших героях. Все знает. Это огромную работу мы совместно проводим с компартией, с Розой Аубикировной. Она действительно молодец. Это подарок нашему району. Она никогда не устает. В любое время, дня и ночи, позови, она придет. Она будет до утра сидеть работать, но будет. Изюминкой презентации стало участие родственников героев книги. Сын героя России, Салтан Хамид Абиджиева. Александр специально приехал на презентацию, чтобы из своих уст поведать об отце. Айдемир Айдинов, правнук Сафара Кубанова, участника двух парадов побед, рассказал о своем прадеде и почитал стихи о войне. Поделился историей о подвиге деда Григория Дибижева, внук Дмитрий. Как внук я чувствую большую гордость за своего дедушку. Не только за дедушку, а за всех ветеранов, которые отдали свою жизнь. Самое дорогое. Это неоценимый вклад каждого. Не одного, а всей армии красной. Большая гордость и патриотизм за наших солдат, за нашу Родину. От имени Президиума Народного собрания Карачаева-Черкесии депутату Роза Чучаева наградила отдельных сотрудников библиотеки и представителей СМИ почетными грамотами за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Завершилось мероприятие исполнением песен военных лет. И пока подпевает Катюша и Смуглянку, имена героев и их бесстрашные подвиги будут в памяти людской. ПЕСНЯ Фатима Дурова, Лебастана, Вести, Карачаева-Черкесия. Что может быть лучше, чем отметить праздник в дружной семье, в теплой семейной атмосфере, где два ветерана Великой Отечественной войны и один тыловик? Поздравить их с Днем Победы приехали и гости. Отправилась в Республиканский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов и наша съемочная группа. Подробнее Александра Коваленко. С Великим праздником Победы! Спасибо вам за Победу! 76-ю годовщину Победы Анна Зиновьевна вынуждена встречать в палате. После перенесенного ковида ветерану сложно выходить на улицу. Она больше предпочитает лежать. Но вся ее дружная семья надеется, что уже летом свой 100-летний юбилей Анна Антоновна будет отмечать за праздничным столом. В кругу гостей и близких. 9 мая ветеран считает своим вторым днем рождения и с удовольствием принимает сегодня поздравления от дорогих гостей. Эти суровые дни войны всплывают в памяти отчетливо и сегодня. Даже спустя 76 лет, рассказывает нам Анна Антоновна. Как мы переживали сильно. А победили врага все равно. Победили мы, дети и родители. Вот. Победили мы. А какое там питание было. Что? Корочка хлеба. И то дорожишь за ней, за этой, за корочкой хлеба. Покушаешь и думаешь, наверное, хватит и надо оставить еще на завтрак. А детки были. Двое, трое. Надо детей накормить, а потом себя. Если останется после детей, что? Значит, покушаю. А не останется, чаек сладенький разведу, напьюсь и все. А тем временем во дворе уже накрыты столы. Готовится праздничный обед. В День Победы главным блюдом всегда считается солдатская каша. Сегодня в этой семье живут 53 человека. Каждый окружен заботой и вниманием. И в этот день ветераны принимают поздравления от людей, которые их опекают, оберегают и любят. Мы относимся к ним с большим уважением, так как благодаря им у нас сейчас мир на небо над головой, и мы живем в такой прекрасной стране. Пока блюдо готовится, праздничную атмосферу создают песни военных лет, которые исполняют сами жильцы. Это праздник и грусти, и радости. Подпевать здесь любит каждый, и песня по одной строчке сразу поднимает настроение как жильцам, так и гостям. На каждый праздник Валентин Гульманов готовит свой индивидуальный номер, а сегодня дуэтом исполнили песню «Пилоты». В праздничную атмосферу окунулась и заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева, курирующая это учреждение. От имени министра труда и социального развития Крычаево-Черкетской республики Руслана Айсовича Шахова от себя лично я вас всех поздравляю с замечательным праздником, с Днем Великой Победы. И хочу вам пожелать в первую очередь, конечно, здоровья, долголетия, душевного сихла, заботы, внимания. Свой китель труженик тыла Антонина Жирновая надевает с удовольствием. Ей было всего 11 лет, когда началась война. Вместе с матерью она провожала на фронт своих братьев, рассказывает нам ветеран. Помимо того, что мы работали, еще мы вязали носки. Мама пляла, а мы вязали. И потом посылку мы передавали. Передавали, как моим дядькам они были на фронте. А они своим друзьям раздавали на фронте носки. И другие, это платочки. В завершении праздничного застолья музыкальный подарок всем жильцам преподнес ведущий Алексей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Республиканской конно-спортивной школе прошло традиционное первенство Карачаева-Черкесии по конкуру «Свои лучшие результаты». Участники состязаний посвящали 76-й годовщине Великой Победы. За ходом конно-спортивных соревнований следил наш корреспондент Ахмат Халкечев. В этом году первенство республики собрало более 30 участников, которым предстоит оспаривание лучших в двух заездах. Первый маршрут с высотой препятствий до 80 сантиметров. На втором уже препятствие до 100 сантиметров. Для победы участникам необходимо пройти маршрут без штрафных очков за наименьшее время. Цель соревнований – повысить спортивное мастерство юных конников Карачаева-Черкесии, а также воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, говорят организаторы. Соревнования посвящены к Дню Победы. Несмотря на все трудности пандемии, решили почтить память наших предков, высокой ценой, забоевавшие свободу нашей стране. Соревнования открылись с прохождения простых маршрутов. Здесь участникам и их четвероногим напарникам необходимо показать свое мастерство с препятствиями до 80 сантиметров. Одним из первых в этой категории выступили Руслана Сальщева со своим другом по кличке Кортес. Им удалось продемонстрировать весьма неплохие результаты, но уровень и остальных участников тоже хорош. Мы хорошо, чисто отъехали маршрут. Без штрафных очков. Была конкуренция, есть садники, которые тоже превосходят меня. Скоро предстоит кубок главы Карачаева-Черкесской республики, и мы планируем на нем выступать. Мы с ним будем очень стараться. После подведения итогов судейской работы на маршруте с препятствиями до 80 сантиметров лучшие результаты показали Анна Маслова с Абреком, серебро у Руслана Сальщевой с Кортесом и замыкает призовую тройку тандем Амина Чаговой на коне по кличке Анархист. Ну а на маршруте посложнее с препятствиями до 100 сантиметров Амина с Анархистом стали победителями. На втором месте Рамина Хутова на Идальго и бронза у Эльдара Хубиева на Граде. Ахмад Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. С Днем Победы и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин